Танковая Академия В своем журнале Мира Танков автор регулярно выкладывает свои тактические идеи, публикует видео из тренировок и мастер-классы. С этого дня он будет делиться наработанными концепциями еще и на Wargaming TV. Этот цикл должен помочь как рядовым игрокам, которые сражаются в ротах и на глобальной карте, так и их командирам. Однако мы надеемся, что многие советы будут полезны и тем, кто играет и исключительно в случайных боях 15 на 15. Но сегодняшняя первая тема посвящена важнейшему аспекту боя — фокусированию огня. Приятного просмотра! Концентрация огня, фокус, ассист — разными словами в мире танков описывают один и тот же способ действия команды, при котором вся ее мощь обрушивается на отдельно взятый танк противника. Это ключ к победе. Он принесет вам успех в боях ротного формата, а также на полях сражений глобальной карты. Пока ваша рота не научится этому нехитрому приему, все ваши победы будут лишь следствием удачного стечения обстоятельств или откровенной слабости противника. Но если ваша команда сможет правильно, быстро и грамотно фокусировать цель, то уже только благодаря этому вы сможете практически на равных играть против даже очень сильных роты кланов. Причем научить роту или клан работать по фокусу не составляет большого труда. Необходимо просто не спешить и поэтапно, от простого к сложному, провести наших бойцов через все этапы обучения. Этап первый. Первым делом мы должны привить всем бойцам роты единое понимание способа действий. Создадим тренировочную комнату и разделим наши силы поровну. Сделаем это на центральной площади Химмельсдорфа или на поле Малиновки. Где именно, не важно. Главное, чтобы все участники тренировки хорошо видели друг друга. Во время первого этапа тренировки нам надо привить бойцам самое простое – базовое понимание фокусирования огня. Игроки должны уметь находить указанного командиром врага и вести огонь только по нему, игнорируя все остальные цели. Сейчас вы видите, как это происходит на настоящей тренировке. Командиры обеих команд поочередно называют цели, указывая тип танка, количество хитпоинтов и ник игрока. А бойцы отыскивают этого противника и отстреливаются по нему. Вы видите, что над танком, по которому идет огонь, загорается маркер цели. Этот маркер должен ставить тот боец, который первым отыскал нужного противника. Все остальные танкисты должны подтвердить принятие этой цели и тоже пометить танк маркером. Правило первое. Выбранная цель должна сиять, как новогодняя елка. Маркер над ней должен висеть постоянно, ровно до тех пор, пока цель не будет уничтожена. Этап второй. На первой тренировке мы учили команду отыскивать цель и фокусировать на ней огонь. Причем цель была статичной. И потому на втором этапе мы уже немножко усложняем задачу и учим команду удерживать фокус во время динамичных действий. В том числе передвижений танков. Важно научить бойцов ключевому принципу. Они должны вести огонь по одному выбранному танку. Они не должны переводить огонь на кого-либо еще, пока не будет убит выбранный противник. Напоминаем, что здесь многое зависит от командира. Именно он должен называть как главную цель, по которой необходимо начать вести огонь в ту же секунду, так и следующую, за которую команда возьмется сразу же после уничтожения первой. Вы видите, как это происходит во время второй тренировки, на которой мы учим своих бойцов концентрировать огонь в движении. Маркер облегчает вашим товарищам поиск нужной цели. В сражении может случиться так, что любой из бойцов внезапно потеряет цель. И чтобы не тратить время на ее повторный поиск, достаточно будет увидеть, на кого указывает маркер. Совет. Задайте команду «Атакую» на клавишу «Пробел» под большой палец. В этом случае вам будет гораздо удобнее использовать ее без отрыва от управления танком. После того, как бойцы научились фокусировать одну цель и никогда не нарушать приказ командира, мы переходим к обучению выбора цели. Во-первых, это правильно необходимо знать самому командиру, что естественно. Во-вторых, набор приоритетной цели должен понимать и каждый отдельный боец группы. Тогда в любой сложной ситуации наши танкисты смогут правильно принимать решение, и если командир не сможет отреагировать мгновенно и дать приказ, они все равно поступят верно и будут фокусировать наиболее приоритетную для этого цель. Мы выбираем цель по нескольким признакам. Первый — возможная скорость уничтожения цели. Второй — потенциальная опасность цели. Для того, чтобы определить, насколько быстро мы можем уничтожить тот или иной танк, обращаем внимание на два момента. Во-первых, какой запас прочности у противника. Подранки и недобитки должны уничтожаться в первую очередь. Во-вторых, сколько наших танков может одновременно вести огонь по противнику. Чем больше наших танков сможет одновременно выстрелить по одному противнику, тем быстрее он будет уничтожен. При прощих равных условиях в первую очередь уничтожаются либо самая опасная цель, вроде артиллерии и французских танков с барабаном, либо танк с наименьшим количеством прочности на борту. Однако, если эту цель или недобитка спрятали в глубине строя, не тратьте время. Помните о нем. Ждите, пока он подставится. Но пока он недоступен, ведите огонь по тому танку, который находится в зоне уверенного поражения большинства ваших бойцов. Вы можете видеть, как это происходит на примере боя в Химмельсдорфе. Первым был уничтожен подранок. Затем практически целый танк, но оказавшийся под прицелом большинства стволов. А вот затем, стоило только очередному подранку уйти в защищенную зону, огонь был мгновенно перенесен по наиболее доступным целям. В это время спрятавшийся в развалинах недобиток никому не мог причинить вреда, и обороняющиеся танки спокойно и методично разобрали его соратников. А сам подранок был добит при первой же возможности совместными усилиями. Заключительный этап тренировки. Это уже работа в малых группах. Мы рекомендуем отправить бойцов вашей роты или клана в рандом. Но не просто так, а разделив игроков на взводы, в каждом из которых выбрав старшего. Как правило, это наиболее опытный боец, уже владеющий навыком выбора целей. Пусть ваши бойцы сядут на однотипную технику. К примеру, на тяжелые танки восьмого уровня, которые хорошо фармят, и помогут вам возместить финансовый ущерб, нанесенный вашему бюджету перестрелками в тренировочной комнате. Ну, или на любую другую однотипную технику. Как вы видите, сейчас перед одним из таких взводов встал вопрос выбора целей. Легче всего было уничтожить КВ-3, поэтому бойцы игнорируют КВ-5, находящиеся справа, и в первую очередь маркируют КВ-3. После чего быстро уничтожают его совместными усилиями. Оставшиеся в одиночестве и разобщенно действующие танки противника не в силах противостоять слаженной работе взвода, и именно поэтому они быстро гибнут. И это дает бойцам нашего взвода как еще лучшее понимание пользы фокуса огня, так и отработку навыка, полученного в общей тренировке. Типичные ошибки Типичные ошибки Частенько на тренировках можно заметить одни и те же ошибки, которые встречаются у многих игроков. Первая типовая ошибка — это клинч с перекрытием. Ошибка случается, когда один из танков вашей команды пытается во что бы то ни стало заклинчевать противника, закрывая его от огня остальных бойцов вашей группы. Клинч допустим и полезен только тогда, когда остальные танки вашей группы сохраняют возможность стрельбы по выбранной цели. Вторая типовая ошибка — это стремление неопытных бойцов стрелять по выбранной цели непременно в лоб и с места. При работе в группе танки должны при малейшей возможности выходить в борт или тыл выбранной цели. Это позволит стрелять по менее защищенным точкам танка врага, а значит и повышать результативность своих действий. Ну, в целом совет, который должен вызубрить как командир, так и любой рядовой боец — слаженность действий является главным вашим оружием. Именно слаженность позволит вам фокусировать огонь любой группы танков на одной цели и без потери времени. Ведь в мире танков бои скоротечные. В среднем для выхода на рубеж атаки в вашей ударной группе потребуется от одной до полутора минут на различных картах. Если две атакующие группы сталкиваются во время встречного раша, их бой занимает примерно полторы минуты, после чего одна группа победно уносится добивать жалкие остатки вражеской команды, а вторая печально чадит кострами на месте недавнего побоища. В таких столкновениях на счету каждая секунда, и поэтому на тренировках вы должны добиваться такой скорости действий от команды, когда залп по маркеру происходит в ту же секунду, как только он появляется. В этом нет ничего фантастического. Когда каждый боец будет знать, как выбираются цели, он еще до вашей команды наметит в себе те из них, которые наиболее вероятны. И все, что останется ему сделать после появления вашего маркера, просто слегка шевельнуть стволом, уточняя прицел. На этом мы заканчиваем первое занятие в Танковой Академии. Но если наша работа по объяснению принципа фокусировки огня подошла к концу, то вот ваша только начинается. Потому как только регулярные тренировки, повторения пройденного и проверки знаний в реальном бою могут принести пользу. Прилежное выполнение тренировок — это путь к увеличению мастерства вас и ваших бойцов. Желаем вам успехов на полях сражений мира танков, и до встречи на нашем следующем занятии, в котором мы расскажем о правилах прикрытия поврежденных товарищей.